Наша с вами тема сегодня – wellness для красоты, здоровья и развития бизнеса. Личный опыт похудения на 25 килограммов. Действительно, за мной это есть. Я вам сейчас обязательно расскажу, как это было, какими условиями и всем прочим. И эта история будет далеко не только про wellness, далеко не только про Reflame. И просто, скажем так, личная история, как оно было на самом деле. Ну, позвольте представлюсь, для тех, кто со мной еще не знаком, меня зовут Ирина Васильева, мне 31 год, я замужем, у меня есть сын. У меня высшее финансовое образование, поэтому когда говорят о том, что откуда вы знаете, как худеть, я говорю, по личному образованию у меня совершенно другое. Опыт работы у меня тоже никак не связан со сферой похудения прежней. Это строительство, банковская сфера, телекоммуникация, контактный центр. Сейчас я в декрете, и я просто обожаю wellness от Reflame. Худела, я вам скажу, много раз, по-разному, с разным успехом. Вообще, знаете, вот есть те, кто набирает в какие-то периоды жизни, да, есть те, кто родился пухликом, им пухликом был всю жизнь. Я родилась пухлым ребенком с весом 4,300, я все детство была пухликом, была пухлым подростком. Вот, и, знаете, есть такой период, вот в подростковый год, если уложить, да, когда ребенок вырастает, то можно привести к относительной норме. Ну, этот момент мы, к сожалению, упустили. Ну, дело было такое, да, в 90-е годы довольно сложное, да, то есть питание было чаще всего не исходя из того, что как правильно, да, а чаще всего как получалось. И даже медицинское образование мамы в данном случае не спасло ситуацию, потому что, ну, потому что, скажем так, был сложный период, на самом деле, для всех. Вот, и, да, этот момент был упущен в плане коррекции питания, и пухлым подросткам, да, выросло, как пухлый взрослый. Лишний вес был всегда. То есть такого периода в моей жизни, когда у меня лишнего веса не было, у меня не случилось. Просто были разные, в разной степени превышения. Что испытано? Самое первое, ну, помимо, знаете, таких вот разовых диет, каких-то мелких курсов, которые ничего не дают, либо только дают плюс в итоге. Вот, это все было. Всяких, знаете, глобальных этапов, длительных, или с каким-то вложением средств, вот то, что привела. Здесь, да, действительно на себе, что метод иглоукалывания, многие это знают, да, что, вот, ну, по типу кодирования, по сути, да, идет. То есть в активной точке иголочки ставятся, надевают пушники, он расскажет, что вы будете здоровыми, здоровыми, все такое. С этого дня вы будете делать то-то-то, как вкусно есть капусту, как невкусно есть пирожки. Ну, как он говорит, на меня подействовало через полутора месяца, после мне звертка бы хотелось иметь пирожков. Мне не хотелось так до того, как бы хотелось иметь полтора месяца. Вот, что произошло потом, соответственно, минус 2 килограмма за этот начальный период, и плюс много-много потом. Я даже не вспомню сейчас, сколько, это было давно, больше 10 лет назад. Вот, но сколько было плюсом, я сейчас не помню, много, на самом деле очень много. Это был, наверное, тот период, когда был один из самых больших наборов веса, вот вес, который после не ушел. Им никогда был наборный вес, который больше не занялся никогда. И на данный момент, то есть есть вот точка, до которой я дохожу, и дальше он пока не уйдет, уже сколько лет. Испытана на себе кремлевская диета. Что это такое, да, питание по условным единицам. Можно все белковое, может есть мясо, можно есть яйца, можно есть сыр, колбасу даже можно, пожалуйста, любую белковую еду, но нельзя углеводную. То есть нельзя фрукты, нельзя конфеты, нельзя булочки и так далее. Вот, на этаком рационе, когда, да, когда говорят, что может мясо сколько хочешь, да, как-то похудеешь. Худеешь, на самом деле. Вот, похудела достаточно как бы на, ну, хорошую цифру, да, 13 килограмм. Ну, плюсом, как только что-то еще в рацион добавляешь, это просто взлетает вес молниеносно обратно, что с ума произошло тоже. Следующая система, хорошо мне знакомая, это система Доктор Барменталь. Я думаю, тоже все про меня слышали. Сложнее, вы про весь систем, о которой я вам говорю, все слышали или есть с одной? Кто вот про все вот про это слышал уже где-то? А может быть, даже на себе пробовал? Напишите в чат пока. Я вам пока расскажу, как была система Доктор Барменталь. Вот, несмотря на такой вот плюс огромный потом, я, кстати, с этой системой отношусь достаточно хорошо, потому что разумное зерно в ней есть. И то, какой был плюс у меня потом, в общем-то, виновата была не система, а виновата была сама. Я питалась не по рекомендованному коридору к лавинске, а меньше. Мне было на тот момент 25 лет, и молодой организм, знаете, он так как-то легко переносит все терзания над собой, в том, когда они происходят, и они имеют отложенные последствия. Вот у меня были такие, я очень легко кушала, буквально 800-900 килограмм, и все. Мне было легко это соблюдать, то это мне как бы, ну, по молодому возрасту это вообще легко дается. А потом вот прошел период, да, соблюдать, встала, и так понеслось обратно все. То есть здесь виновата, на самом деле, будет стоять не система, а виноват в первую очередь именно свой подход. То есть изначально нельзя было так делать. Вот, ну, остальные фактулаты системы, кроме именно рекомендованного коридора, соблюдалось все. Ну, соответственно, когда чуть-чуть даже у кого-то пошло послабление, сразу пошел плюс, моментально. То есть такого периода, как стабилизация вето, в этой системе нет. В этой системе всю жизнь подсчет калорий. Все, теперь другого варианта, как бы нет. Довольно жесткая, на самом деле, система. Она дезинкативно очень жесткая. То есть там в плане нездоровья-то нет, но что есть, то есть, да, это очень тяжело. Следующий этап, с которым я вам потом дальше и продолжу свою историю, это этап правильного питания. Я считала калорий, но уже не так дотошно. То есть, как бы, если я слила в дух, ох, 1500 калорий, никто из этого, как бы, проблем не устраивал. Выбор здоровых продуктов, опять же. Слушай, так, ну, сейчас есть чуть-чуть больше калорийность, да, но это будет здоровая калорийность, чем есть, да, там, одну буту, или ничего не есть. Вот, правильное питание, это не только калорийность, это еще под составление рациона, исходя, опять же, с белковым уроком глины, да, все должно быть, должно быть насыщенное питание. Это дробность питания, это обязательное питание утром, обязательное питание вечером. Никаких глупостей типа отмены завтрака или не есть после конкурса вечера, такого нету. Правильное питание, это обязательно кушать утром и вечером. Ну, не перетеном, имеется в виду, да, а забывайте, когда осталось от 3 часа максимум. Что произошло? Он, на самом деле, достаточно успешно худел на это, по этому варианту, именно здорового похудения. Обхудел это 9 месяцев на 18 килограммов, а потом уже и произошли некие обстоятельства, я сейчас тоже расскажу про это, и за 6 месяцев, действительно, было безобразное поведение, там был очень сильный стресс, в котором, да, как многие пухлики ее видят, да, опять же, что пыш надо, и забрала 12 килограмм. Ну, вот здесь я хочу просто, я всегда обращаю внимание, просто посмотрите, снижение было с такой скоростью, набор, да, при отвратном абсолютно поведении гораздо меньше. Это один из 3 показателей, что система была правильной, для организма она была правильной изначально, потому что после неправильного похудения, как только идет послабление, вес взлетает очень быстро. Поскольку вес, значит, сопротивлялся, ну, мы же вот только, организм сопротивлялся буквально, мы же только что с этим совсем попрощались, ну, хорош, вот это все в меня впитывать, не надо мне этого. Вот, ну, как бы, да, я ему настаивала на то, чтобы, вот, извини, но мы будем заедать сразу с этим, вот, то вес все равно немножко, ну, даже не немножко, ну, около года, 20 килограмм, это немного, набрался. Вот, а после этого он уходить не хотел. И на тот момент, наконец-то, пришел, пришел, да, в мою жизнь велос, который, думаю, вы тоже очень хотите узнать, и вот с этого момента, потом еще 17 килограмм, это было за 7 месяцев, и на этом моменте мы остановимся, а что было дальше, я вам расскажу сейчас в процессе вебинара. Краткая история, вам нравится, вам интересно узнать обо всем этом подробнее. Ну, что ж, пик ужаса, когда был достигнут. Это был 2012 год, вот фотографии лет 2017 года, и это одни из самых страшных моих фотографий. Есть только те, которые еще и плохо получилось. А внешний вид, ну, вот такой, ну, отвратительный, нам сказать, для женщин 28 годов, на тот момент. И вес, да, вот такой трехзначный. Вот эта вот циферка внизу, это действительно был такой вес. Пугающе. Наверное, от того, когда вот цифра стала трехзначной, мне не стало очень страшно. И вот на тот момент, что надо было что-то делать. Ну, плюс, ладно, еще одна причина, почему вообще все это началось, да. 28 лет, замысл 6 лет, а деток на тот момент у нас еще не было. И, собственно, пошли проверяться к доктору. И, соответственно, началось сейчас с этого, с медицинского обследования. Главный рекомендарь всех врачей – худеть. Знаете, у нас очень часто пухники любят говорить, нет, 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 это я не ем. Это у меня просто вот организм не в порядке, у меня обмен веществ нарушен, гормоны сбиты, еще что-то. И поэтому я толстый. Так вот, на самом деле, все наоборот. Ты толстый, и поэтому у тебя обмен веществ нарушен, гормоны сбиты и так далее. И пока ты вес не стабилизируешь до нормальных значений, ничего не изменится. У тебя будут гормоны сбиты, обмен веществ нарушен, метаболизм непонятно какой и все прочее. Ага, а Каирина в чате с ним согласна, да. Вот, на самом деле, это так и есть. Первое, что говорит доктор, так, а что вы хотите? У вас какой вес? Сколько? Ну-ка, быстро худеть. Что значит, а как? Не жрать, да. Ну, это грубо, но суть такова. Действительно, что первое, что рекомендуют врачи, это худеть. Худеть, а только потом уже что-то будем делать еще. Вот, что происходило дальше, да. То есть, как этот процесс был, да, обстоял. Ну, ничего из-за того, что это медицинское обследование, да. То есть, это были гормоны, то есть, как бы нашлось, чего корректировать. И вызванное лишним весом, и причины, почему вес рос иногда быстрее, чем было бы, если бы не это, да. То есть, место передачи, ну, основное ценовое было, да, надо худеть. Как худеть? То есть, с чего началось? Ну, само собой ограничение питания. Ну, помимо того, что это была ограниченная калория, с вами того, что это был определенный выбор продуктов, рекомендованное питание системы. Вот, это было дробно, это было более здорово, ну, и само собой больше воды. Я думаю, что все это нормы уже знают, ну, на всякий случай, а лучше он вдруг кто-то не знает. То есть, стандартно, если у человека нет проблем именно с жидкостями, да, то стандартная рекомендация медицинской – это 30 мл на килограмм веса. Естественно, моя норма была 30 лишних литров воды в день. Ничего страшного. Вот, окажется, сначала, что это очень много, потом, кажется, что уже немного совсем, нормально. Снова вырабатывается определенная привычка. Вот, кто был, когда я был у меня дома, все говорят, почему у тебя везде бутылки с водой. Ну, это, на самом деле, очень помогает. То есть, в каждой комнате, около каждого компьютера, на кухне, в спальне, около кровати, у меня везде везде бутылки с водой. И тогда, когда я себя на глазах, тогда, когда не нужно за водой идти, специально, воды пьется больше. Может быть, не делают все лишние для чего. Но в смысле, когда нам не нужно ее делать, то и шаги не сделаются, и вода не попьется. А так, да, вода пьется однозначно. Это очень важный параметр, на самом деле, в состоянии. Вот, плюс, что произошло дальше? Произошла смена работы. А это было, чем другое настроение, чем другая, как бы, активность была. То есть, это вот уже одно, как бы, мне было в этом хорошо. А когда худеться, на самом деле, не тогда, когда плохо. Худеться тогда, когда хорошо. Когда организм и без еды прекрасно. Собственно, еда, что можно было покушать, а ну, чуть-чуть там, вот, яблочко, ну и прекрасно. С порошком, недорожком, ой, ну и хорошо. Ой, даже каша есть. Ну, вообще чудесно. Все. Больше ничего не надо, да, все. Ну, порхаем и так. Я участвовала в конкурсе в тот же период, да, то есть, я к нему готовилась. Конкурс был с «Голосой голосом ТС». Вот, то есть, меня тоже очень, как бы, ну, подсказали. Знаете, когда ты скоро выходить на сцену, вот, а женщина, шикак начинает худеть. Тогда, когда ей воздух через два часа. Тогда она садится на самую строгую диету, которую только можно представить на эти два часа. Вот, ну, у меня, как бы, был период подготовки к конкурсу, вот, период, там, он был из-за трех этапов, поэтому каждый раз нужно было выходить на сцену. Вот, соответственно, вот, на это, это тоже немножко подстегивало выглядеть к следующему этапу лучше. И была медикаментозная поддержка, просто повторюсь, что определенность показала некоторые сложности с здоровьем, и их нужно было корректировать. Медикаментозная поддержка была. Она была связана, как бы, у них, как раз, знаете, наверное, даже, нет, что и как. На первом этапе с, потому что мы были знакомы, такие препараты, не очень приятные на самом деле, которые выводят в лишний педни жертв. Очень неприятное мероприятие, я вам скажу, но и для меня он оказался совершенно неиментативным. В самом начале, каковым было первое достижение? Началось, что это делал был июль, то есть вот в июле обратились к фотографиям, сказал, что это июль. И обратилась к доктору, впервые, где-то в конец июля был. Август-сентябрь, казалось бы, два месяца. Обычно на старте очень хорошо вес уходит. Ну, в любом случае, вроде бы и поддержка препаратов была, то есть вроде бы и питание спиритировано, вес не уходил, ему не нужно было какой-то более жесткий толчок, так все легко не происходило. Ну, два килограмма было в вилосе, внешний вид немножечко получше стал, потому что, мы знаем, что жир, он легкий, жир, как бы даже когда уходит, то он уходит не сразу и не везде, да, так как бы, ну, немножечко видно, внешне было, что чуть-чуть что-то стало лучше, но два килограмма для, знаете, там, 100,98, это такая маленькая разница. Это 44-46, прекрасно, разница, да, ну, это там уже куда меньше. Вот, а на таком весе два килограмма практически не ощутимы никому, то есть ни внешние, для окружающих, ни, да, ни по ощущению к себе. Вот, ну, чуть-чуть где-то, да, сытности, это уже был лучше. Вот. Что произошло потом? Вот, как раз на тот момент была смена работы. Я, скажу, что я оставалась в одной и той же организации, но до этого я сидела с компьютером в 12 часов и писала письма клиентам. Если вы тоже, когда абоненты этой сети, когда-либо писали письмо или обращались в чат, то весьма большая вероятность, что вы общались именно со мной. Вот. Потом я пришла в работу в другой отдел, стала заниматься обучением операторов. А это уже тоже другая работа. Это работа лицом, во-первых, да, то есть ты стоишь перед группой стажеров и проводишь занятия, проводишь лекции, проводишь тренинг. И даже вот не так вот в компьютере, когда видим только одно лицо, а, собственно, вот оно, ты, полный рост перед ними, такая, какая есть. Это по-другому воспринимаешь себя. Это постоянно, во-первых, это, да, немножко другой еще статус, да, то есть как бы сотрудник обучения, сотрудник обучения. Понятно, что субординационно это было выше. Вот, ну и как бы, да, отношения, да, к которым мы учили, они все знают. То есть вы как бы, знаете, свою экспертность нужно предоставлять внешне. Эксперты должны воспринимать по-всякому. Эксперты не должны жалеть. Это тоже очень важно. Если эксперты жалеют, то не воспринимают его эксперты. Вот. Вот, поэтому выглядеть нужно было хорошо. Вот, ну, плюс активность. Для того, чтобы, допустим, знаете, когда-то есть такое, там, тестирование операторов на рабочем месте, это иногда можно было провести на ногах весь день. Не присев практически, вот, ну, там, 15 минут на пообедать и опять вперед по этажам по сотрудникам. Вот. А еще где-нибудь там, я бы делал провести двухчасовой мастер-класс. Опять же на ногах, на эмоциях, так далее. Вот. Вот, это вот, и было, ну, как бы, на такое начало, вот, вот, работа, вот, только кто-то перешла. Вот, вот, а когда-то Ольга пришла, естественно, вот эти варианты пробегись по этажам, они были основными, потому что еще опыта мало на работе именно этой. Вот, а там ума много, не надо, нужны ноги. И это прекрасно, на самом деле, было на тот момент. И была жесткая диета на две недели. То есть, вот, с чего вес хорошо пошел, это самое первое, была очень жесткая диета. Я думаю, тоже многие ее знают, мне надо сказать, напишите в чате, кто-нибудь, кому-нибудь знакомый, это слово-сочетание, японская диета. Вот, и именно на японке 13-дневной все началось. После нее перешло опять на довольно строгое, правильное питание. То есть, не было такого, что, ох, все, 13 недель, если килограмм ушли, а теперь понеслась, лопать все подряд. Нет, такого не было. Вот, после нее, наконец, как бы, именно стабилизировало в правильном эмоции, в правильном питании выборка продуктов. Она помогла сократить объем желудка, то есть, сократить объем порции очень значительно. Вот, и дробности 6 раз в день, по чуть-чуть. Иногда не 6 раз в день, потому что не было времени. Дома 6 раз в день. На работе я, по-моему, 2 через 2. Не всегда так, но старалась на этот день придерживаться, правил. Там где-то какое-нибудь там яблочко съесть, там огурчик, как-то так. Ну что, первые килограммы, мы, наконец, начали уходить и дальше продолжали уходить в течение нескольких месяцев. В общем, это результат на фото. Вот, практически, вот после первого ухода двух килограмм, как раз конкурс «Золотой голос МТС», самая первая фотография, это 25 сентября 2019 года. Спустя буквально, как получается, 2,5 месяца вы видите, насколько я стал меньше. Это уже, да, как рабочий момент тренинговый. И вот на рабочем месте в мае 2013 года это вот то, к чему пришла. Так, одну секунду. У меня небольшая авария. Все, с аварией справилась. У меня сейчас хорошо слышно? Перемещение микрофона ему в пользу обычно не будет. Коллеги, слышно ли меня, пожалуйста, напишите мне. Отлично. Ну, собственно, вот такие результаты были на тот момент. Ну, повторимся, на чем было основано? Питьевой режим, питание, активность за счет его изменения работы, рабочего ритма. Вот, такой вот красивый сидящий на рабочем месте, это был такой нечастый момент рабочий. Да, все равно моя работа была в другом. Моя работа была по большей части заниматься именно обучением непосредственным сотрудниками, либо это лекционной аудитории нашей, где, опять же, стоя, а стоя, что значит? Не стоишь с альбомом на месте, характер другой, я не могу. Так, шаг туда, шаг туда, шаг туда, шаг сюда. Все равно вот это переминаешься, все равно какие-то, да, какие-то, да, упражнения, упражнения так или иначе большие получаются. Вот, ну, опять же, до аудитории нужно дойти, потом мы обратно вернулись, потом опять туда сходить и так далее. То есть, в течение дня шагов нахаживалось много. Ну, результат таков. Стою, что это было 18 килограммов. Я думаю, что райница и так видна. А что произошло потом? Потом произошла очень неприятная ситуация у меня по работе. Называлась на аликотализация контактного центра. И та группа, в которой я работала, в которой мне было прекрасно, я очень любила эту работу. Вот, на самом деле, если я оставалась там, я бы не был в сетевом бизнесе. Ну, это же просто правда. В этом было хорошо. Абсолютно. Это вот было, вот, на такое вот, строгое попадание туда, где вот человеку место. Вот, это было так. А, ну, это, видимо, устроило мессию в тях. Вот, тот отдел, который наработал, существовать перестал. Вот, и из трех отделов разных, то есть искалисти диаграмму, формировали одну маленькую группу, немножко другой функциональности, а все, кто в этой группе не специался, шли работать обратно на линию. Проект, во-первых, это, ну, как бы, понижение статуса. То есть понижение статуса может стать очень большой стресс. Для людей, кто знает, кто слышал вебинар, да, по цветотипам, для красных понижение статуса это просто вообще хуже некуда. Это вот было для меня, на самом деле, очень, ну, таким сильным эмоциональным ударом. Вот, само-то, сам себе функционал. Кстати, я, сколько там, да, больше полугода учила операторов эмпатии. О том, как слышать клиента, как заходить с ним общий язык, как услышать его проблему за потоком эмоций. То есть, да, вот такого вот ключа была моя работа, да. И вдруг я села на линию операторскую совершенно другого толка. Вот, даже вы меня на этом вебинаре немножечко узнаете. Представьте меня коллектором. Коллектором, выбивающим банковские долги. Кто-нибудь может это представить? То есть, как я со своим вот писклявым глазком звоню и говорю, вы должны банку, вы должны оплатить. Мне сказали, что это было очень тяжело. Это вот было настолько не мое, мне было в этом плохо. Мне было вот плохо по всему, мне было плохо в этом функционале, мне было плохо в этом статусе. Это опять же была сидячая работа. Это опять 12 часов сидишь в гарнитуре, привязанная. То есть, если до этого с вами письма не могла хотя бы встать пройтись куда-то, то есть, чтобы они меня не привязывали так, то в этом варианте нет. То есть, есть привязка идет полная. График уже другой. То есть, если до этого я работала и так же 2-2, но там я работала в то время, которое мне было комфортно, удобно, и мне кушать было удобно, поэтому время там было с 8 до 8. Если я кушала в последний раз в 9 часов вечера, все было нормально. То здесь вы ставили график каждый месяц по-разному. Мне пытались поставить график с 10 до 10 сетей, который как? Меня смещает, мне это неудобно, мне это плохо, мне в этом некомфортно, мне это нездоровый рейтинг. Ну, опять же, сильнейший стресс, ноль какого-то творчества, то есть, привыкший что-то создавать, задедать и творить, и плюс еще личное творчество, оно в таком состоянии стресса тоже стало невозможным. То есть, ноль творчества, все это что-то. Стресс полнейший. Что делает любой пухлик в этой ситуации? К сожалению, заедает. Ну, в общем-то, вот фотография, надеюсь, она такая, знаете, по итогу, где-то близко к выходу уже из этого состояния, но вот все, что набралось обратно. Могу сказать прямо, что это абсолютно безобразное пищевое поведение, абсолютно нулевая активность. Я говорю, процесс меня обратный, это получилось очень тяжело. Знаете, это был такой момент, когда рабочие два выходных. Вот второй выходной, будете завтра на работу, и, знаете, текут слезы. Все. В этом состоянии было очень тяжело как-то видеть, что можно было посчитать калории. Какой-то не до этого. Вот, ну, плюс есть плюс. Что произошло дальше? Наконец сменилось, появился другой функционал, которого не было в контактном центре. Я практически вломилась сюда в кабинет к начальнику, сказал, возьмите меня, я прекрасно пишу письма. Вот, если вот вы можете себе представить кого-то лучше в электронной коммуникации, вы ошибаетесь, вы просто не знаете меня. Электронная коммуникация мое. Все, возьмите меня, пожалуйста. Раньше я писала письма клиентам МТС, теперь я писала письма клиентам МТС банка. Вот. Мы взяли, разумеется, с таким опытом предыдущим. Работа была, конечно же, с предыдущего того, что у меня было, да, там, статус, сама работа, интерес, этого не было. Но она была спокойна. То есть она мне не, по крайней мере, вот этого состояния, что я буду реветь от того, что я не переработала, его уже, слава богу, не было. Работа была спокойная, но сидячая. То есть опять же, она вот села, и пишешь, 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 пишешь что-нибудь всего дня, смотришь в компьютер и пишешь. Для того, чтобы выйти из стресса, на самом деле, потребовалось больше, чем просто найти работу или просто что-то корректировать. потребовалось работать психологом, на самом деле. Поэтому, когда теперь кто-то говорит, что ой, все это глупо, с тем, ребята, я не знаю, когда если вам очень плохо, лучше обратиться, профессионалы немножко со стороны скорректировать в этих беседах, действительно есть смысл. Тогда, когда это не дурь, а тогда, когда это проблема. Без успокоительности, если не обошлось, это было в такой момент. Но это вот то, что профессиональный момент. А далее было именно работать с самой собой. Я где-то не так давно ответила, кто сидит без страницы, проработан над собой, он действительно самое трудное. Вот на тот момент пришел, как менять в свою жизнь. Все, дальше продолжаться вот так не может. И одним из очень важных моментов было, знаете, такое, так называемое хламоизбавление. И жизнь избавлялась в своей жизни от хлама. Я же забрала в квартире, я не помню, мне кажется, муж чем, наверное, двух недель выносил мусор каждый день мешками. То есть это были какие-то старые журналы, это были какие-то... Я же в прошлом тоже была, да, веком, другой компании. Вот компании же не существовало. Меня очень бдило над теми бумажками, которые у меня оттуда стали. Зачем-то? Вот он реально вынес это все. Это просто все сгребалось, уносилось, и вот все. Ну, мы сейчас с вами понимаем, для чего освободилось место. Вот, на тот момент я и хотела освободить место. Я еще не знала для чего. Я не знала, что придет на замену. Вот, я освободила место в своей квартире, выкинув мусор. На тот момент я снесла все вот свои вот в социальных сетях. У меня было очень много везде, только в каждой социальных сетях была моя страница, и что-то там было. Какие-то сети. Мне даже пришлось искать себя через поисковики, потому что я их не находила так, и не помню, какие данные, но какие-то оповещения время от времени приходили. То есть я снесла все, кроме того, чем я реально пользовалась. Потому что я убрала, знаете, даже в браузерах все закладки. И, опять же, да, одним из этапов было снова начать худеть. Это тоже хлам. Хлам из организма надо тоже было убирать. Вот, снова к врачу. Снова с врачом, снова медицинское следование. В коррекции тоже небольшая была медикаментозность. Ну, первое, что это было не киткинтово-форсовый деньжир, а потом было, ну, просто это было нарушено на начальном этапе, в самом большом речке, когда была нарушена толерантность глюкозы. Ну, кто соображает, да, то есть если это дело не лечить, то это приводит диабет. Вот. На тот момент было несколько нарушений, поэтому было нарушено корректирующее медикаментозное лечение. Вот. И на тот момент, когда, ну, что, охотиться, зато было забавлено медикаментозное лечение, и было очень строгое питание. Ну, сказать, было очень строгое питание для того, чтобы запустить вес снова. Он запускался очень медленно. То есть вот если в самом начале вес плохо уходил, то здесь он уходить сначала отказывался вообще. То есть опять же, он вообще строжайший. Я понимаю, что он правильный, он был выстроен правильно, да, с точки зрения там всего подбора продуктов. Ну, не уходит. То есть, а что-то нормально, да, то есть как бы нет там никаких проблем, ничего, то есть дополнительного. Вот. Но это не уходит, потому что организм не любит так, вот таких качелей. Вообще, в принципе, организм качелей не любит. Организм любит стабильность. Стабильности нету, организм бунтует. Ну, соответственно, начала на тот момент пробовать какие-то дополнительные продукты, которые шутки для худеющих, и опыт, в общем-то, с ними изначально был довольно успешный. Вес на этом пошел по чуть-чуть снижаться, ну, по чуть-чуть, но более ощутимо, хотя бы верю, видит того, что результат, что не зря все это делается. Добавил в рацион продукты для похудения. Вот. Но был такой нюанс. Там были, они были с мясом, с каши были молочные, вот, а приближался великий пост. Честно, конечно, до того года я никогда не была каким-то сильно зацеркованным человеком или невидиозным, и вообще никогда не поселилась. Ну, вот в тот год, или мы не знаем, видимо, это хламоизбавление продолжалось, да, то есть, и вот была это как-то, ну, потребность. Ну, по-моему, знаете, я не знаю, с чего она была, души, тела, и все вместе, они как-то с собой договорились, объединились, и приближался. И я искала, на самом деле, вариант, то есть, какой-то, ну, там есть вегетарианское питание в том, что, чем я пользовалась, но там грибы, а я не ем грибы, мне не вкусно, мне они плохо пахнут. Я немножко пробовала в себя это впихнуть, но я понимала, что все недели я так не продержусь. На одной морковке тоже. Вот. В рамках хламоизбавления я полностью удалила себя виртуально, частично, кроме одной единственной страницы. Это была страница ВКонтакте, и оставался мой блог. Все. Больше меня, в интернете на тот момент не оставалось, было все почищено. И поскольку я удаляла все страницы, те друзей, которые у меня были там, я находилась ВКонтакте, добавляла основную на свою основную страничку, чтобы, ну, какие-то контакты не терять. В том числе, я добавила туда вольную сервиску. Вообще, я ее в жизни не знала. Ну, и было время-время интересно читать, иногда вот вот это вот почему-то где-то что-то опять, видимо, сошлось. Я решила добавить мало знакомого человека, который знал только по интернету. А мы в друзьях были друг друга в одноклассниках. В странице я там снесла. Ну, и добавила. Ну, она, разумеется, человек знакомый по интернету, она там свой бизнес уже продвигала через интернет, ну, здесь добавила. Ну, вообще-то вот так и осталось. А потом я иногда просматривала ленту ВКонтакте. И у меня были интересные пункты, как раз тоже на тему похудения. Она худела активно, взгляала в спортивном зале, вот, и были отчеты, бизнес-отчеты, в марафоне по церям. И там была тоже цель по похудению. Ну, как бы, я не знаю, за бизнес-отчетился, взгляд, бывшего сетевика, а бывших сетевиков не бывает. Вот, или за самым отчетом похудения, но зацепился. Взгляд, создать отчет, и я начала читать. Прямо вот с ним направлено. Я помню, даже иногда заходила, ну, так, Успенушка там написала что-нибудь сегодня или нет еще. Я заходила, посмотреть, есть что-нибудь интересненькое, почитать или нет. А работа была к тому, как бы, да, ну, такая, у меня были иногда паузы рабочие, ну, у меня компания пришла. Смотрю, работа была, кажется, были паузы в работе, ну, я могла снять телефон, да, читать, почитывать ленту ВКонтакте. Вот, и в какой-то момент наступает, наконец-то, этот счастливый миг, когда попадает тот пост, ради которого, наверное, все, вот, где-то звездами срослось. Знаете, я вот, когда дает кубинар, я нашла эту самую заметку. Кто думает, что должны быть обязательно какие-то очень умные посты для того, чтобы человек вам решил продюстироваться, как раз, посмотрите, какой это был пост, после которого я пошла все искать и нашла, и после чего в структуре у Марины Успенской появилась я. Кто-то так же хочет, смотрите, пример, живой. Я нашла этот пост, вот он был, посмотрите, он был 24 февраля 2014 года, зарегистрировалась я в марте, я еще потом думала, ходила, еще день ничего не говорила даже, что я у нее что-то читаю, что мне что-то там интересно. Я еще в какой-то момент переваривала, искала сама информацию, читала отзывы, в общем, если он не видно, давайте я прочту, дальше суть поста. Пока Дарья Восе делала звонки, я навела в суп и начала баланс томата-базилик, всего 100 ккал, видимо, поэтому я очень хорошо заступился, богат протеинным клетчатком, 100% натуральный ингредиент и готовится за одну минуту. Во-первых, я поняла, что суп томата-базилик, скорее всего, белый грибок, вот это вот меня вдохновило уже. Вот, надо было, я пошла смотреть, по являтелю статут постным. Я же это была цель-задача. Вот я нашла каталог Wellness на сайте Арифлей, просмотрела его, а также почитала отзывы. Я поняла, что на тот момент мне пойдет только одно, только супы. Все остальное для меня пока, ну, коктейли, батончики не ставят, потому что там яйца, молоко, не интересуют. Ну, на тот момент не интересовала еще. Вот, а супы, ну, можно попробовать, потому что путь другой, действительно, грибок в составе нету, вот, возможно, может быть интересным. Начала читать отзывы, а не любит читать, знаете, какие отзывы, негативные. Я всегда люблю читать негативные отзывы. Вы не всегда узнаешь правду. Причем, человек может предотвратить свой как негатив, а не может негатив не являться. вот так произошло с супом натурал баланс. Потому что был, знаете, такой отзыв, прям, фу, какая гадость, такой выраженный гороховый вкус. Я так, фу, выраженный гороховый вкус. Это же прекрасно. Это же совсем не грибной, это гороховый, а гороховый я люблю. Вот, и на том, наверное, моменте решение состоялось. Но я еще смотрела до некоторого времени на цену, ну, вкусачья. А потом, знаете, вспомнила, что можно же покупать со скидкой. В принципе, у меня была неплохая зарплата, вот, как бы, да, то есть, у нас снова было совсем немаленько. Вот. Ну, я, соответственно, потом написала Марине, что хочу, рассказывай, сколько, что стоит, как это сейчас продает и покупает. Ну, нам дальше понятно, что начала использовать. Что я изучала? Я изучала состав, я изучала отзывы, я изучала, как действуют продукты. А, а как он действует, суп? У него низкий гликемический индекс. То есть, ты поел, и кровь, сахар в крови не подсветит. Я помню, я вам говорила, да, потому что у меня было, было до этого фиксировано нарушение гликозы или равности. Вот, гликемический индекс был очень важным показателем, что не будет подсветить сахар в крови. Чувство голода, тяга к сладкому снижается, контроль аппетита, переедание. Это очень важные параметры для того, чтобы худеть. А еще было очень важно симулировать умственную деятельность, повышать концентрацию внимания. А напомню, я на момент работала в обработке обращений клиентов в банк. Поверьте, умственной концентрации внимания там нужно было много. Вот, ну и энергия на весь день тоже немаловажный фактор. Ну и почему решилась попробовать? То, что сытно, то, что это повышает работоспособность. Натурально, растительное и без гмо это очень важно, без консервантов и красителей. То, что это быстро готовится. А у меня был обед всего 30 минут. На все про все давалось 30 минут, как хочешь, так укладывайся. Вот, оптимальный состав, то есть протеины, клетчатка, как будто есть в одной порции. Это очень важно. Ну и первые результаты. Вот, что произошло через 7 недель. 21 апреля 2014 года. Вот это как раз вот согрешит очередной конкурс. Тоже голос МТС. Что произошло за этот период? Саша скажет, что я принимала, использовала вкуп, использовала вэллэспек. Знаете, вэллэспеке у меня на тот момент такого проникновения не было на момент выбора. Я просто посмотрела, о, есть витамин. То есть я прикинула, так что, ну, питание сейчас ограничено, тем более сейчас еще и пол будет едопосное, то тем более ограничено. То есть организм определенно недополучит того, что ему обычно нужно к тому, к чему он привык. Я была тоже наивна с 3 сезона, то есть я считала, что у него питание все правильно, то может быть не всегда обязательно пить витамины, по крайней мере, круглоговичные. Я с тех пор уже это уже знаю, что это не так. Ну, в ЛСПК я купила тоже в соображении, что, ну, вот раз так, надо взять еще витамины. Поэтому у меня были витамины в ЛСПК и супы. Вот, был заметно уменьшен объем. Вот объем, ну, вы видите фотографию, вы видите, как изменилось. Я могу вернуть пару слайдов назад, да, то есть вот, то есть в каком моменте я начала пользоваться в ЛСПК, ну, вот сюда к чему пришла. Снижение, то есть я вам четко сейчас не скажу, сколько именно за этот период, но порядка 10 килограмм именно вот за это время ушло. Чуть больше, там 9, оно было или чуть там больше, 11, я вам точно сейчас на этом моменте сейчас не скажу, просто уже не помню по месяцам, как это было. Ну, много, да, для такого короткого периода. Вот, очень заметно улучшилось состояние кожи и волос. То, на что я вообще не рассчитывала, но произошло только как-то дополнение в бонус. Кожа была вообще заметно лучше, волосы лучше, если даже позволило снова их покрасить в светлый цвет. Вот, и они не стали от этого ужасными. Извиняюсь, у нас опять авария. Так, животные ходят, все. ты пойдешь? Так, на чем оставилось? А, Антон, улучшилось его волосы, ногти очень заметно. Вот, что еще изменилось? Самочувствие само по себе. Вы знаете, это было такое порхающее состояние, когда, знаете, я прихожу, муж встречает меня с работы, я сажусь в машину, он меня смотрит, ты знаешь, ты как будто не с работы. Ты как будто не устала, как будто не было вот этих вот клиентов всех, о которых я не очень ясно обычно говорила, вот, но тем, как будто всего этого не было, как будто и вот, ну, не отработало все это время, не слушала опять весь этот негатив, не собирала его все и вся, что-то было более приятное в жизни. Вот, ну, действительно, это было так. Разумеется, появилось после этого огромное желание продолжать. Когда видишь результат, когда видишь его быстро, это мотивирует на продолжение. Опять же, повторюсь, более того, это произошло несмотря на новые трудности и стрессы. На этом моменте, знаете, это же, ну, это было бы смешно, если бы это, не повторялось уже в третий раз. Опять перемены на работе. Опять, я ничего не хочу менять уже. Я уже хотела сидеть и не трогайте меня. Я досижу вот там до какого-то, то есть я, ну, планировала беременную, я хотела досидеть на этом месте, никуда не рыпаясь уже, вот, написали, эти письма, обрабатывали эти обращения и больше ничего не делать. Все, и отстать, я не буду пытаться там, рыпой, какого-то там, продолжить себе по карьере, я поняла, что мне там в этой компании все равно этого сделать и больше не дадут. Ну, я-то предполагала, но за меня решили по-другому. И нашу всю группу закрыли функционал, отдали его отделу обработки претензий, а нас посадили на линию, еще интереснее, чем было до этого, обрабатывать обращение клиента в частной коммерческой клинике. Знаете, брезгливого человека вроде мне нельзя поставить функционал, я реально не могу всех центов. Я лишний раз поражалась, я никогда-то давно, в первый год не пошла с маму, не пошла в медицину, я в этом была права. Потому что мне все это было очень воспринимательной информацией очень. Единственное, несмотря на это, я смогла в этот раз относиться к химикюмору. Видимо, внутреннее состояние поддержки было, в отличие от предыдущего этапа. И здесь уже получалось. сохранить эту экспортацию. Я принимала витамины, я продолжала кушать супчик, все у меня было с этим нормально, несмотря уже ни на что. Я уже была на сцене, что в этот раз никакие трудности не остановят в моем результате, в том, что мне нужно. Ну и снова стала использовать велос, конечно же, и уже после поставки стала использовать весь велос. Я уже добавила коктейли, познакомилась с вкуснейшими батончиками, и все это уже появилось в рационе постоянно. Ну и точкой, которую мы будем сейчас первой такой итоговой считать, промежуточные итоги, на котором ушли это вот на начало июля 2014 года, минус 23 килограмма всего, я похудела от своего максимума до этого момента, 17 из них с велос. Ну и на самом деле я подчеркиваю, что кожа действительно стала как 5-7 лет назад. Если вы даже увеличите сейчас окошко камеры, вы можете легко убедиться, что у меня кожа далеко не статистическая, как у женщин за 30. Ну даже 30 небольшой, пока еще, но тем не менее. Мимо морщинок около глаз. У меня была самая главная проблема кожи вот здесь, знаете, делается вот так очень часто, да, бывает поперечный морщинок на ногу, ну практически из Ченгли. Знаете, сейчас вот здесь вот здесь, вот здесь, чуть-чуть иногда можно проглядить, а практически нет, это все разгладится. Около глаза совершенно другая кожа, потому что у тебя вообще не утрома, что кожа, другое. Как будто, как по слову девочек лет 20. Мы потом уже мастер-класс в 8. Я же, вот, на ком получится делать подводку, типа, нужно девочек лет 16, я говорю, ну, может, на мне будет тот же самый эффект, у меня действительно как бы, да, у кого будет такой же. это то, чего был достигнут. Вот почему еще первая фотография поместилась на 12 июня, вот, да, за 3-2 дня там еще где-то на килограмм похудела, не самый минимум. Это вот было как раз такое мероприятие, мы ездили в Москву на лидерские мастер-классы, и, понимаете, не дадут соврать, там было бы и Марина Сенкова и Юлия Луновая, вот, даже в таких ситуациях я сама соблюдала очень строго свой ростол. У меня было с собой несколько порций коктейля, у меня были батончики, не было никаких бутербродов, никаких там конфеток или еще что-то такого, то есть, яблочко там было, что-то вот такое-то, да, правильно, обычное, даже для дорожного варианта, она соблюдала, что должно быть все правильно. Ну и начало июля. Состоялось, наконец-то, мое приятное событие, то, от чего все затевалось, почему мы сейчас считаем это такой точкой, до которой мы дошли дальше, самое главное, наконец-то, что вы углажда на беременность. Как я говорю, спасибо вам, не только за отпудение, да, но и за то, что, наконец-то, организм становился настолько, что смог это сделать. Это мой самый главный бонус, который сейчас покрикивает уже немножко недовольный. Вот, ну, вот, ну, организм смог. Очень существенным для многих является то, как протекал дальше и вес, и здоровье. Ну, я думаю, что мои фотографии в беременности вас уверят в том, что она протекала в беременности. Знаете, вот такая вот хрестоматийная беременность, из-за тех беременных, которым беременность очень идет. мне очень многие говорили при этом. Ну, сейчас, потом худеть будешь снова, все обратно, да. Так вот, нет, ничего подобного. Набор веса был абсолютно стандартно правильный. Вот, чуть-чуть, ну, в какие-то моменты даже немножко худелось, но, ну, в целом, заберем, если, может сказать, что осталось тот же самый. То есть, на момент, когда сошли отеки плюсом было всего 20 килограммов. Ну, как вы понимаете, они потом не худшие. Беременность была, на самом деле, абсолютно хрестоматийна. Всю беременность я пила в лаверсек. Я от него не отказывалась ни на один день. Он всегда был со мной. Когда были некоторые более сложные этапы, мой, сейчас, я продолжала работать там, где я работала, и мне там по-прежнему не нравилось, а у него гормональных все еще и сильнее. Вот, на то, это еще был дополнительный астантин. Вот, коктейль и суп отставила, не могла, к сожалению, только вкусовые не пристать, не меняется. Вот, а коктейль, знаете, до этого я любила ванильный шоколад, на другую беременность я полюбила кубничный. Он был моим самым любимым коктейлем, а я пила кубничный постоянно. То есть, тоже было все это со мной. И первое, что я съела и выпила после рождения сночка, это был как раз наш коктейль, наш баланс, кубника и у нас секс. Восстановление уже после, да, вот такая вот была молодая мама, летом, да, с колясочкой, с люлечкой, вот, а вверх, смотря, ну, совершенно другая скорость для жилей, конечно, это то, чего не было знакомо. Согнали, знаете, после врача, вы говорите, а, все, да, у вас уже все зажило, то есть, никаких двух недель, там, трех недель на восстановление обычно отводят, не, была другая скорость регенерации постпроцессов, совершенно другое самочувствие, понятно, что первые дни после операции у всех тяжелые, вот, но немножечко оклемавшись от первых дней, я понимала, что я сейчас играю лучше, чем среди-социстическая мама. Наверное, сыну было месяца полтора, не больше, просто, еще вот, Мартху, Мартин родился, очень холодно, был, то есть, апрель, я зашла на работу в гости, к каким делам, и одна из коллег сказала, «Слушай, для только недавно родившей, знаешь, ты как-то неприлично хорошо выглядишь», я говорю, «Извините, wellness, все такое, почему, да, нужно обязательно выглядеть плохо, если у меня есть такая поддержка», совершенно другой внешний вид, чем, да, застерил, понятно, что не очень недостатки, не доставить, что все это имело место быть, вот, но, кажется, по-другому. Ну, и, собственно, с трех месяцев грейши мы начали наш проект вау-бизнес, поэтому, поэтому, все понимаете, что нагрузка все увеличилась, и у нас очень хорошая подспорья при этом. Вес. Да, я говорю, по итогу беременности было плюс два, первое же, когда можно было начать снижать вес, это, то есть, после, ну, по правилу через четыре месяца, ну, я как-то не видел, где-то три, может, небольшие не прошло, эти два килограмма лишние убрались достаточно быстро, еще минус два, итого, мое достижение от максимума до минимума минус 25 килограммов. Вот оно, вот, собственно, перед вами на фотографии в самом минимальном достижении, которое получилось. Вот. Дальше обязательно продолжим, сейчас, да, некоторые перепроб... А, спасибо, да, за отметку. Вот, некоторые сложности возникли чуть позднее, но, я думаю, многие женщины знают, да, что такое, когда кормление снижается. Вот, некоторые сложности здоровья, вот, они не позволяют снижать, они позволяют поддерживать, они не позволяют снижать. вот, но, я думаю, что мы сейчас этот вопрос уже, опять же, решим, и будет дальше, я думаю, что будет обязательно снова достижение, обязательно вам потом похвастаюсь, расскажу, как это было. Но, остановилось, это все хорошо. Веллнус, наша семья, на самом деле, теперь это просто неотъемлемая часть. Я каждый раз размечаю фотографии своих заказов, и в них обязательно есть вот эти вот коробочки. Это вот как раз в них. Веллнус пэк и женский, мужской у нас обязательно. Батончики шоколадные, ягодные есть. Пока были чьи, были чьи, очень жаль, что больше нету. Коктейли, у меня все три, я пью три раза в день коктейли. А витамина, сексантин дополнительно тоже есть. У ребенка омега-3 обязательно у нас пьет омега-3. Ну, не полную ложку вот эту, надо дать где-то постарше, он пьет половинку вот такой ложечки сейчас. Вот. Ну, у нас это все есть, все трое, мы семья Веллнус, однозначно. Вот, и без Веллнус теперь же никак. У нас есть такая история, вот расскажу у мужа. Как раз я была беременна. Он пил Веллнус пэк, само собой. Вот. то есть, ну, он работает, ну, на работе, здесь приехал клиент какой-то, чихающий, кашляющий, инфекция ходячая. Вот. И через несколько часов все ребята у них были с соплями, с кашлем, с пиазом, с десниками, той же самой инфекцией. Мух приходит домой такой, не очень хорошо себя чувствуешь. Не-не-не-не-не, тебе болеть нельзя, ты же меня грозишь. Тебе болеть было просто не положено. Что делала? Двойную порцию в него Веллнус пэка, коктейлем залила, воды, питья, то есть, ну, вот, так вот, стандартно народными местами. На следующий кузо он стал с больной головой, но, ну, совершенно нормально. Пришел на работу и звонит мне оттуда. Ты чем меня накормила? Я пришел сюда. Они все, кто болеет, кто, кто здесь, больной пришел, кто на больничный ушел. Я один, как дурак, здоровый. Мне одному работает. Ты что сделала? Подлечила. Ну, опять же, Веллнус мы пользуемся постоянно, и мы хотим, и это говорит о том, что еще, помимо прочего, полезного для здоровья, Веллнус очень полезен для нашего бизнеса. У нас нету проблемы личного товара, в общем, как делать 150 баллов? Ребята, пользуйтесь Веллнусом, вы будете здоровы, красивы, и в вашем бизнесе будет тоже очень хорошо. Он тоже будет здоровым и красивым. Это в итоге личный товар оборот всегда. Нам очень легко выполнить свой премьер-клуб, у нас нет проблем. Что такое 60 баллов? Это легко. Заметьте, часть баллов мы получаем бесплатно. Мы пользуемся подписками Веллнус Лайф Плюс. Надо же коктейли пэк вместе, вот по специальным кодам отдельным. Мы 2-3 месяца покупаем за деньги, и 4-й, да, подписки Веллнус у нас бесплатно. Так вот, с Веллнус Лайф Плюс эта подписка у нас приходит тоже с баллами, а не только с ноликом денег. То есть 0 рублей, но цена за Веллнус Лайф Плюс в баллах все сохраняется. Ну и плюс есть дополнительные акции по продвижению Веллнус, он был прекрасным спонсором и так давно стал победителем лучшей в рейтинге по продвижению продукции Веллз. А вот эта картиночка найдет в серединке. Я сейчас расскажу, что это такое. Почему это очень выгодно? Почему вообще Веллнус очень выгодно? В самом начале я не была в бизнесе. Я просто покупала Веллз для себя. Я даже косметикой не пользовалась. Я говорила, что я не буду пользоваться. Я говорю, ну, что-то там, брала какую-то, знаете, мелочь, типа там, а, Веллз, вот это, может быть, рисковые балолочки, например, вот, но Арифлейм меня просто засыпал подарками. Тогда была стартовая программа, тоже от 100 баллов. Вот это вот куча всего интересного. Это то, что мне досталось или бесплатно по улице, или почти бесплатно в честь первых моих трех каталогов сотрудничества с Арифлейм. Всего за три каталога вот это вот огромное количество. Обычно, наверное, как подарки получаем, да, и не это самое, ну, не по одному, по два, там, ну, как-то не, не складываем. А вот как-то у меня все это скопилось, я взяла, сложила все акции вместе и сделала фото. И получилось вот это огромное количество всего. Здесь была рекрутинговая акция, значит, старт программы для новичков, была акция активности, а, ну, и подписка, собственно, вот. Знаете, вот это вот все, да, получалось, либо слабо, либо там, вот какие-то символические деньги, там, что активность, там, мистер-бей, наверное. Ну, знаете, вот это вот количество продукции. А когда эта продукция уже бесплатно тебе подарена, да, или практически бесплатно выдано, да, то есть, все равно же начинаешь ей пользоваться, так или иначе, а начинаешь пользоваться, и начинаешь влюблять, так что прекрасно. Это то, что нам нужно. Почему нам выгодно, кстати, сделать 150 баллов, да? Для новичков это стартовая программа, очень, она делается автоматически. Для новичков нужно сделать не то же, чтобы сейчас в стартовой программе 150, если делаем, ну, понятно, что она делается автоматически. Акции активности мы обязательно соберем все. Все акции активности, они на разные баллы, но никогда не выше с активностью. Бонус Премьер Клуба, 10%, это самое очень весомое преимущество. Я некоторое время назад выкладывала не свой скрин, а номером уже. Там вот каракулы обычно 150, 170, 200 у него. Еще 10%. Там у нас получалось, что-то был возврат 900 рублей. Это ощутимая скидка, не знаю, мне кажется, я не наскольку. Вот для средств физического бюджета, даже для довольно хорошего бюджета семейного, сумма в 900 рублей экономия, она ощутима очень. Бонус по маркетинговым плану, плюсом к тому. Минимум, то есть от 3% у нас получается, 2% от продаж. Либо, если бонус по маркетингу выше, значит, это выше еще. Дополнительные скидки. Это тоже очень важно. Так, что-то все, новинки заранее, а дополнительные новинки заранее, я имею в виду дополнительный Премьер Клуб. Да, вот листовка для Премьера Клуба. Скидка – товар, который нельзя приобрести с тем остальным, у нас очень хорошие скидки. Это новинка, что можно заказать заранее, почувствовать, попробовать, потом с удовольствием уже рассказать, а на это бывает просто актуально, в практике, допустим, пораньше сказать. Вот. Очень важная преимущество, скидка 50% для Премьера Клуба дает любви пользоваться. Я беру сейчас, как всегда, номер 2, да, два номера, здесь 2 скидки, 50%. Вот, я по одному всегда беру какой-нибудь аксессуар, так, ну, там, они баллы, не очень выгодят, сыр, они очень дорого, какой-нибудь аксессуар интересный, а по одному всегда беру коктейль. Мне коктейль обходит там чуть больше 800 рублей. Так вот. Очень ощутимая экономия, надо сказать, когда дорогой продукт берешь, эти 50% чувствуешь, ой, как хорошо. Таким, вот, смотри, коктейль, две поспуски Wellness Life Plus, да, и одна вот 50%. Пример, поспуски Wellness Life Plus делается очень легко. Ну, одна из программ, да, это один коктейль и один Wellness Pack, ну, и шейкер в подарок, она получается с программой ровно 100 баллов. А если вы хотите снизить две, то это будет, конечно же, два коктейля и один Wellness Pack. И эта программа вам даст сразу в свой премьер-клуб 151 балл. Вы будете экономить 10% на этой покупке, вы будете получать баллы в четвертых шахтах, получать баллы вообще безусловно, бесплатно. Я думаю, что вы знаете, да, что можно ничего больше, вообще не показать, заказать только программу и уже сделать все условия, получить дополнительные подарки, получить скидку дополнительную и, собственно, радоваться. на этом я вам желаю здоровья, красоты, стабильного бизнеса Wellness at Reflame и... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова